МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» В студии Елена Кузовкина. Я приветствую всех, кто нас смотрит по телевизору и в Ютубе. И вот о чем расскажем сегодня. После дождя чем обернулся сплошной каток на дорогах и тротуарах для водителей и пешеходов? Следствие продолжается. Можно ли было избежать трагедии в Заринском районе? А была ли вода в бочке чистой? На проблему в Косихе обратили внимание депутаты. Не дорога, а настоящий каток. Сегодня гололед стал причиной нескольких аварий, переломов и даже гибели людей. На Алтайской трассе, ведущей из Палска в Камень-Наби, произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Сообщается, что он и его пассажир скончались до приезда скорой помощи. А следующие кадры уже с трассы Бурнаул-Новосибирск. Это какой-то каток, наверное. Прям вообще галимый лед. В городе не обошлось без аварий. На проспекте космонавтов произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с бетономешалкой. Есть пострадавшие. Во Власихе ДТП и было полностью парализовано движение. Это при том, что сегодня при уборке дорог Бурнаула было задействовано более 70 единиц техники. Более 100 дворников и грузчиков вручную очищали от наледи подходы к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта. Ночью с дорог к краевой столице вывезли почти 5000 кубических метров снега. По данным мэрии, дорожники израсходовали почти 600 тонн песчано-соляной смеси. Также сегодня вдвое увеличилась нагрузка и на хирургов. Только за полдня в первую городскую больницу привезли более сотни человек, которые стали жертвами гололеда. В основном это люди пожилого возраста, жители Бурнаула и ближайших районов. Травмы разнообразные, начиная от ушибов разной локализации и заканчивая переломами. То бишь это кучевая кость, это хирургическая шейка плеча, переломы ребер, надколейники, лодыжки. А погода тем временем будет только ухудшаться. Если вчера был дождь, то уже сегодня столбики термометров ночью опустятся до минус 30. А это еще больше усугубит ситуацию на дорогах. Рабочие, на которого рухнула снежная лавина в Заринском районе, по-прежнему в реанимации улучшений пока нет. Об этом нашему телеканалу сообщили сегодня врачи районной ЦРБ. Напомним, накануне, во время расчистки крыши элеватора в селе Смазнево, глыба снега сползла вниз и похоронила под собой четырех рабочих. Трое чудом остались в живых. Подробнее о причинах трагедии, которую можно было избежать, в репортаже Валентины Аскеровой. У нас ни касок, ни веревок ничего не было. Мы сейчас вот даже говорим, где все было. Ни страховочной веревки, ни каски, ни даже лопату. Предприятия имени Фрунзы не было. Возмущаются родственники погибших. Рабочие чистили крышу зернохранилища подручными предметами, которые принесли из своего же дома. Крыша элеватора металлическая и скользкая. На ней снег толщиной в полтора метра. В считанные секунды вся эта снежная масса сползла вниз и забрала с собой семерых рабочих. Трое спаслись. Четверо токарь, слесарь и два механизатора так и остались под завалами до приезда оперативников. Снежная лавина, которая сегодня унесла жизни четырех человек, сошла с крыши того зернохранилища. К месту происшествия сейчас не пускают. На месте работают оперативники. Единственное, кого на несколько минут пропустили, это родственники погибших, чтобы они смогли попрощаться со своими родными. В самом молодом из погибших Максиму Сергеенко было всего 22. Молодой человек жил с мамой. По словам сельчан, ее увели в слезах до нашего приезда. В одночасье осиротели семьи и других погибших. Позвонили, что зять мой тут погиб. А дети остались или? Остались, конечно. Трое у них. Ну один тоже самостоятельный, а эта девочка в институте учится. А мальчик еще в школу пойдет только в первый класс. Посмотреть на первую школьную линейку сына Юрий Дмитриев уже не сможет. Осуществить свои планы не успели и двое других погибших. По факту гибели работников СПК имени Фрунзе следователи возбудили уголовное дело. Какие-то санкции будут к ответственному директору? Ну давайте заранее не будем говорить. Следственная бригада занимается. В любом случае решение, если виновное есть, решение будет принимать суд. Двое из троих спавшихся провели под снегом около 10 минут. Кислорода уже не хватало. Из-под завала их вызволил другой рабочий, который этим утром по счастливой случайности опоздал на работу. Двое из мужчин от госпитализации отказались. Одного доставили в Заринскую ЦРБ. По словам главы района, у мужчины перелом ребер. Пациент находится в отделении на стиле и реанимации. Состояние у него по-прежнему сохраняется тяжелое, стабильное. А есть какие-то улучшения? Пока без динамики по сравнению с предшествующим днем. Известно, что семьям погибших предприятие выплатит материальную помощь от 100 до 200 тысяч рублей. И сдержки на похороны тоже берет СПК. А ведь предприятие могло бы просто купить на эти деньги страховочную веревку. Вышло бы дешевле. И родственникам не пришлось бы хоронить своих любимых и родных. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Переходим к другой важной теме. Депутат Государственной Думы обратил внимание на проблему с Косихинским водопроводом. Напомним, накануне в нашем выпуске мы рассказывали, что уже несколько недель часть жителей Косихи остается без питьевой воды. По официальным данным, это 15 частных домов. По данным самих пострадавших – 35. Зато все сходятся во мнении, что причина коллапса – перемерзший водопровод. Но главной проблемой жители посчитали бочку, в которой им подвозили воду. Она оказалась ржавой. Ответственные за подвоз воды, по словам жителей Косихи, пошли на хитрость. Мы здесь уже начали возмущаться, что нельзя из этой бочки вообще употреблять куда-то для пищевых нужд. Вообще нельзя из этой бочки. Нам еще хлещу потом придумали. Нам ее взяли и выкрасили. Взяли в желтый цвет, просто взяли краску и выкрасили в желтый цвет эту бочку. И снова же в ней привезли воду. Обида жителей не прошла, хотя уже к моменту визита нашей съемочной группы районные власти исправили проблему. Начали подвозить воду в более качественном и обеззараженном резервуаре. Более того, сайт «Единой России» на Алтае приводит данные главы Косихинского района. Заменить перемерзший участок водопровода обещают 14-15 февраля. Тогда же планируют дать воду. Хотя прежде жители уверяли, что раньше начала лета вода в кранах не появится. Тем временем на проблему уже обратили внимание многие региональные и даже федеральные политики. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев в своем инстаграм-аккаунте рассказал, что подготовил депутатский запрос в Роспотребнадзор. В этой истории есть еще один момент, который требует внимания. Жители Косихи утверждают, что бочку для этих целей предоставили старую и ржавую. Использовать воду из нее небезопасно подготовил обращение в Роспотребнадзор. Необходимо выяснить, так ли это на самом деле. И кто виноват в том, что ситуация дошла до точки кипения. Продолжим. С начала нового года в Алтайском крае зафиксировали резкий рост смертности. Таковы данные органов ЗАГС региона. В январе в крае умерло 3818 человек. Это почти на тысячу больше, чем за январь прошлого года. Во многом по вине коронавируса. За сутки в ковидных госпиталях края умерли еще 15 человек. В тяжелом состоянии сейчас находится почти 400 жителей региона. 88 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За день было выявлено еще 174 положительных тестов на COVID-19. И если верить официальной статистике, то с начала пандемии коронавирусом заразилось уже более 40 тысяч жителей края. Такие операции признаны не просто справиться с тяжелым недугом, но и практически оставить неизменной внешность пациента. Из 9 тысяч операций, которые делают за год алтайские хирурги-онкологи, 2% приходится на вмешательство особого рода. Далеко ли шагнула онкопластика региона? В каких случаях без пластики пациентам просто не выжить? И всем ли такие операции доступны? Узнавал Илья Кочетков. Фотографии, которые показывает доктор Гликинфрейд, нам пришлось ретушировать. Ведь многих людей не могут просто шокировать. На фото результаты операции. Пациентки удалили часть кожи и кости головы, пораженные опухолью. Переместили лоскут на удаленный участок кости. А тот, куда взяли, тоже чем-то замещать надо. Взяли свободный лоскут с кожи живота. Волосы на этом месте уже не вырастут. Но без такой операции пациенту просто не выжить. Для доктора подобные хирургические вмешательства «рутина» в его отделении они проходят раз в одну-две недели. Гораздо реже в онкоцентре проходят операции другого типа по реконструкции пищевода. У человека на операционном столе опухоль поразила часть важного органа. Чтобы пациент выжил, ее удаляют. Еще 10-15 лет назад после подобного вмешательства люди питались через зонт буквально до конца жизни. Теперь из кишечника или части желудка ему буквально лепят пищевод. Операция долгая, сложная. Раньше пациенты часто умирали от осложнений. Но с некоторых пор выручают ноу-хау. Нам анестезиологи выключают правое легкое. Мы оперируем сначала в брюшной полости, формируя там стебель. Потом пациента укладываем на бок и оперируем уже в грудной клетке, в правой плевральной полости. И чтобы легкое нам не мешало, анестезиологи нам выключают пациент во время операции дышать только одним левым легким. Это значительно облегчает работу хирурга и время операции сокращается значительно. Результат – большая часть пациентов возвращается к нормальной жизни. А самих операций теперь можно проводить больше. Не так давно многим отказывали. За прошлый год в этом отделении сделали всего 27 таких вмешательств. В этом уже три. Но, пожалуй, нигде так очевидно не нужна пластика, как в мамологии при операциях на женской груди. Ведь порой опухоль настолько велика, что требуются кардинальные меры. Если нам нужно удалить всю железистую ткань, и тогда на помощь нам приходят импланты, восполняя тем самым объем молочной железы. Их подбирают максимально корректно по размеру и форме. Сама операция бесплатна, но вот имплант не из дешевых – около 40 тысяч рублей. Именно поэтому очереди из желающих здесь не выстраивается. Не всем новая грудь по карману. Но, как рассказали нам врачи, есть шанс, что в обозримом будущем импланты тоже будут поступать по квоте. А значит, еще у большего числа женщин после удаления груди появится возможность ее восстановления. Впрочем, медики говорят, что вмешательство хирурга можно минимизировать. И напоминают о регулярных обследованиях, которые позволяют выявлять онкозаболевания на ранней стадии. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов. День с толком. К другой теме. Денег на строительство нового корпуса АГУ нет. Во всяком случае, Федеральное министерство науки бюджетные траты на эти цели не запланировало. Это сообщает Банкфакс со ссылкой на пресс-службу Российского министерства образования. Также в ведомстве подчеркивают, что строительство нового корпуса АГУ рассмотрят лишь при формировании проекта федерального бюджета на будущий год и после того, как ВУЗ представит положительное заключение государственной экспертизы и согласованный проект. Его разработкой, напомним, будет заниматься Барнаульская компания, которая ценила свой труд в 19 миллионов рублей. Так что говорить о скором строительстве нашумевшего корпуса не приходится. Между тем, 13 февраля активисты и общественники намерены провести очередное собрание на площади Свободы против застройки сквера на улице Димитрово. Тем временем в Алтайском крае открыли год науки. Во многом именно от ученых зависит наше здоровье. Студенты Политеха, например, сейчас осваивают новую технологию хлебопекарного производства. Обещают, продукция будет полезной. За счет чего и какой он хлеб будущего, расскажет Ирина Корчагина. Хлеб, булочки и печенье сложно назвать полезным продуктом, но студенты-технологи из Политеха меняют обычное представление о хлебобулочных изделиях. Мука для хлеба из семян чая и киноа. Печенье с экстрактом плодово-ягодных культур, которые высушены при очень щадящих температурах. В данном случае у нас использованы высокобелковые виды муки. Поэтому по пищевой ценности булочки будут более высокими свойствами потребительскими обладать, чем аналогичные сорта хлеба, представленные на рынке. С нетрадиционным растительным сырьем здесь работают по заказу от разных предприятий, которые хотят обогатить свою продукцию витаминами и ценными минеральными веществами. Мы работаем на те предприятия, которые прежде всего заинтересованы в подобной продукции. И то, что вы видите сегодня, это преимущественно новые разработки, которые только ждут своего внедрения. Сейчас Политех сотрудничает с предприятиями Бийска, Барнаула, Иркутска, Новосибирска. Заказы есть даже из Москвы. Что касается алтайских магазинах, в ближайшем будущем потребители увидят на полках хлеб, который все же можно назвать хотя бы немного, но полезным. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Студенты алтайских вузов вернулись к очным занятиям. Это произошло одновременно по всей стране. Между тем, несмотря на оффлайн-формат, во всех учреждениях сохраняются базовые антиковидные меры. Напомним, с весны прошлого года студенты обучались на дистанте. Лишь в последнем семестре порядок учебы стал совмещенным. Лекции проходили в онлайн-формате, часть практических занятий очно. С улучшением эпид-обстановки решили обучение вернуть в привычный режим. Правда, с оговоркой. При необходимости вузы должны быстро вернуться на дистант, без ущерба для учебного процесса. Благо, опыт уже есть. Отметим, что на вынужденной удаленке осталась часть преподавателей 65+, а также иностранные студенты, которые из-за ограничительных мер не могут приехать в Россию. Растекречены уникальные документы о страшных преступлениях нацистов времен Великой Отечественной войны. Теперь жители Алтайского края и еще 63 регионов России смогут увидеть редкие архивы на выставке, которая открылась в Краевеческом музее. Вот этого человека, доктора Йозефа Менгеля, за особую жестокость и беспощадность прозвали ангелом смерти. Он вошел в историю как один из самых страшных нацистских преступников. Однако смог избежать справедливого суда, как и сотни других фашистов. Эти люди меняли имена и поделывали документы. Узнать много других засекреченных ранее фактов в период Второй мировой войны теперь можно благодаря проекту «Бессрока давности». В 47 федеральных архивах, вернее региональных архивах, в трех федеральных, сотни, сотни почти 400 специалистов архивного отдела, десятки историков и докторов наук даже, занимались исследованием документов, многие из которых были впервые рассекречены только в 2020 году. Итогом этой работы стала публикация впервые в России большого 23-тонного издания сборника документов о преступлениях нацистов и их пособниках на нашей земле. На стендах подлинные фотографии, показания и протоколы, описывающие замученных пленных и мирных жителей. Есть и ужасающие документы с подробностями расстрела, кадры разрушенных домов и письма матерей. Каждый стенд посвящен отдельному региону нашей страны периода оккупации. Познакомиться с экспозицией сможет любой желающий. До 19 февраля выставка будет работать в здании Краеведческого музея, а уже 16 мая экспозицию направят в музей Алтайского края. Сегодня на нулевом километре Бурнаула внимание горожан привлек бобер-сибиряк. Талисман главного спортивного события года для нашего края раздавал прохожим буклеты с напоминанием, что до начала второго этапа Кубка мира погреблен на байдарках и кануэ осталось всего 100 дней. Напомним, соревнования пройдут в Бурнауле уже в мае этого года. В календаре от бобра-сибиряка эти даты выделены красным цветом. С 20 по 23 мая за путевку на Олимпиаду в Токио поборются спортсмены из 50 стран мира. Стать зрителем может каждый желающий, а пока к соревнованиям продолжают активно готовиться. Аккредитация спортсменов, аккредитация СМИ, все это идет по плану. Единственное, нам остается еще немножко к вопросу о трудностях сделать благоустройство на грибном канале. Но вот когда станет тепло, мы все это доделаем. Все желающие могли сегодня сфотографироваться с талисманом будущих соревнований. Правда, горожане не изъявили большого желания. Видимо, виной тому резко изменившаяся погода. Но те, кто хочет узнать о предстоящих стартах больше, могут зайти на сайт, указанный на экране. Вальс, румба, ча-ча-ча. Не только известные танцы, но и спорт, если кто-то в этом еще сомневается. В Барнауле прошло первенство и чемпионат Алтайского края по танцевальному спорту. Участвовали и юные танцоры, многим едва исполнилось шесть и уже зрелые, двадцатилетние. Наш корреспондент узнавал, почему танцы – это тяжелый труд. 65 участников шести возрастных групп, два больших отделения, множество видов танцев европейского и латиноамериканского направлений. К слову, танцевали весь день. Чтобы все успеть, каждый спортсмен выступал меньше минуты. Судим, этого достаточно, чтобы оценить мастерство. Эксперты уверяют, оно у алтайских танцоров традиционно высокое. И во многом объяснили организаторы, как ни парадоксально, это зачастую мешает нашим командам достигать высот на межрегиональных соревнованиях. У нас своевременно очень хороших танцоров во все эти регионы умеют утащить инфраструктуру своего города, уровнем бизнеса, финансовым состоянием. Москва на хвосте висит. Оценивают технику, работу в паре, музыкальность, сложность хореографии. Для ребят танца это и удовольствие, конечно, но прежде всего большой труд. Когда ты исполняешь много танцев подряд, даже те же пять, которые мы постоянно танцуем в финале, также это большие физические нагрузки на тренировках постоянно, чтобы держать себя в форме, чтобы была выносливость. Самые благодарные зрители – это, конечно, родные участников. Нам рассказали, очень часто в танцы ребят приводят их родители, порой заставляя, но бывают исключения. Он захотел сам, но в определенное время хотел бросить, а я настояла, чтобы продолжал. Вот. Почему настояли? Ну, мы изначально говорили, что это не кружок «хочу-хожу», «хочу-не хожу». Он в детской школе ИСУ занимался, поэтому надо закончить было. По итогам соревнований в финал вышли 10 победителей разных возрастов. Большая их часть составит краевую сборную, которая уже в марте представит наш регион на первенстве России в Москве. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит, и не только по телевизору, но и в социальных сетях, и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции – 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Ивалар». До встречи. Продолжение следует.